Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день. Я никого не собираюсь учить. Не эта цель у меня. Поучать кого-то здесь на этом блоге. Я просто делюсь. Делюсь своим опытом, своим видением, своим пониманием тех или иных вещей, что касается в основном сетевой индустрии. И вот сейчас я хочу поговорить вот на какую тему. Для новичков мало знать технику работы. Как строить бизнес, как продавать продукт, как рассказывать о нем и так далее. Как набирать новых дистрибьюторов, как им помогать. Какую компанию выбрать. Как со спонсором отношения построить. Ну и так далее, и так далее. Чистая техника. Неокрепшая психика многих начинающих сетевиков порой страдает от того, что они вдруг, неожиданно для себя, натыкаются на вещи, которые их разочаровывают. Неожиданно совершенно. Особенно сейчас, в наше время. В интернете. Никем не контролируемый, совершенно свободный человек, новенький, в бизнесе. Вдруг натыкается в интернете на информацию, которая входит в противоречие с тем, что он слышит о своем спонсоре, о компании, о продукте, и так далее, и так далее. И иногда этот нажим, этот наскок, этот вал негатива настолько мощный, что человек в недоумении. Е-мое, а я доверял своему спонсору, говорит он. А про него тут рассказывают что-то такое. Или там про компанию говорят. И такие цифры приводят, или факты, которые никогда не говорятся. Ни на презентациях, ни на школах, ни на тренингах. И у человека возникают разного рода сомнения. Я хочу сказать вот какую вещь. Конечно, каждый человек должен глубоко знать и компанию людей, и продукт, с которым он имеет дело. Это важно. Но я хочу сделать вот прививку. Существуют люди, которые специально нужны, видимо, для того, чтобы мы были закаленными. Эти люди ведут себя как злобные импотенты. Они сами никакой пользы для сетевой индустрии, для конкретных людей, для конкретных компаний не могут принести, потому что они действительно импотенты. Может быть, это их беда. Не знаю. Может быть, это у них... Я никого не осуждаю, но я просто констатирую факты. Это у них такая судьба. Они тусуются в разных форумах, во всех вот этих чатах, во всех вот этих тусовках интернетовских. И их задача гадить, высмеивать, очернять. Они очень ловко, очень, я бы сказал, даже талантливо это делают. Язык, что помело. Пишут быстро, реагируют мгновенно. И чтобы новенький, неопытный человек, неожиданно столкнувшись с такой грязью, с чернотой и кошмаром, не пытался им сказать, они его опускают в мгновение ока. В мгновение ока. Да, они группируются, они ищут друг друга. Но все негативные люди, они находят друг друга и бредут к своему финалу. Вместе. Они как-то находят друг друга. Это такое удивительное сообщество. Прямо правильно написано в Библии. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают доброе нраво. Эти худые сообщества формируются спонтанно. Их никто не собирает. Их никто не мотивирует, чтобы они собрались. Они сами находят себя. Эти злобные, негативные импотенты. Импотенты, потому что они с точки зрения... Они в МЛМовской среде, но они импотенты. У них ни чека, ни статуса. У них... А откуда, если они сидят в форумах и матерят всех и каждого? Они знают все компании, знают всех лидеров, знают то, что когда сказал. У них ссылки по каждому поводу. Тут же найдут тебе негативную информацию на того или на другого. Они все-все знают. И поэтому, когда новенький человек начинает свой бизнес и окунается в мир прекрасных возможностей, он обязательно, как правило, сталкивается с вот этой беспощадной, грязной, такой нечистоплотной волной всякого разного рода хлама информационного. И выкарабкаться оттуда ему порой непросто. Вот ему попало, он ходит с этим, мучается, стесняется спросить, возможно. Вывод, какой я хочу сделать из этого? Если ты не хочешь, чтобы тебе... Короче говоря, если ты не хочешь найти приключений на свое место, на одно, не шастай там, где ты можешь это словить. Если ты не хочешь, чтобы тебе набили морду по пьяни, то не ходи по злачным местам, не пей, не болтайся среди любителей приключений. Если ты не хочешь заболеть венерической болезнью и прожить свою жизнь как человек, то не болтайся среди проституток, среди притонах и прочих разных местах. Если ты не хочешь подхватить спид и оказаться где-нибудь в какой-нибудь... Ну, вы поняли меня. Этого добра мир лежит во зле, написанном в Библии. Он лежит, прямо колышется это зло, и этот мир туда положили, и он там лежит. Мы живем в этом. Что надо делать? Не надо никого бояться, но надо понимать, что если ты не хочешь приключений, не ходи туда. Зачем ты это делаешь? Всегда вокруг большого дела существуют маленькие рыбки. Когда плывет кит, вокруг него маленькие рыбки, которые кормятся тем, что они его теребят. Они выбирают из него блох и всяких разных мошек, которые ему обещают, вредителей, и этим кормятся. возле большого тела прекрасной индустрии, которая называется сетевой бизнес, кормится масса всяких разных рыбок, которые пользы ей приносят, только что выбирают из нее всяких разных паразитов, вредителей и прочих разных гадов. И сами при этом одни делают около МЛМовский бизнес, а другие просто вот и их питание, не деньги, небольшие организации, а просто негативная информация. Вот этот вот отрицательный посыл в мир, вот это их пища. Они этим питаются, они это потребляют, им это надо. Если вы хотите преуспеть, если вы хотите жить счастливо, то не ходите по местам, где вам могут дать в лоб. Бороться с ними бессмысленно. Лучший способ борьбы игнорировать их полностью. Я вот вижу иногда, я не хожу ни по каким вот этим всем местам, потому что я не хочу слушать и зачем мне впускать всякую грязь в свою душу. Я знаю, кто я такой и знаю других людей. Зачем мне слушать тех, кто из себя ничего не представляет. Я туда не хожу. И я не рекомендую вам туда ходить. Но иногда так или иначе заносит туда. Ты же в интернете заносит. И вдруг ты сталкиваешься с таким друг фамилию свою видишь или еще что-нибудь там. И какой-нибудь твой неопытный партнер бьется, значит, отбиваясь от этих. Он один этих злобных импотентов. Целая орава, бригада, бригада, взвод, рота, они там специализируются, они там живут. Какой бизнес? Откуда у них потенция? Нету потенции никакой. Они заняты другими делами. У них там сила. Вся сила их в силе яда, которую они отправляют на людей. И это полезно для нас, кто поопытней. А вот кто не поопытней, тем я делаю прививку сейчас. Если вы туда попали, то вы даже не думаете, даже не надеетесь, даже не впускайте в голову такую возможность, что вы что-то умное, полезное, правильное и правдивое будете им говорить, и они опомнятся и примут это. Вы будете им говорить истину, что бы вы ни говорили у них свой аргумент и всегда негативный. Плюй в глаза божья роса. Бессмысленно. Поэтому не ходите туда. Злобные импотенты нужны для того, чтобы нам служба медом не казалась. Но гасить их можно только одним, полным игнорированием. Верь себе, верь Богу, верь компании, в которой ты работаешь. Изучай все, принимай аргументы, взвешивай, оценивай людей не по словам, а по делам. По словам тоже, кстати, но смотри в дела, в корень, как работает продукт, как работает план, как работает компания, как ведет себя твой спонсор. По делам. и работайте. Не тратьте время, не уподобляйтесь этим слабым людям, у которых кроме злобы ни на что нет больше энергии. Я им очень сочувствую, а вас поддерживаю и желаю вам удачи. До свидания. Продолжение следует...